Привет, ребят! Мы сегодня рисуем разные рисунки. Давайте сегодня на 1 сентября, на тему 1 сентября, нарисуем первый рисунок. Мне кажется, 1 сентября это самое интересное время, день года. Ну, после Нового года и моего дня рождения, и вашего может быть. Но сегодня я рисую колокольчик на 1 сентября. Очень легко, чуть выше центра я нарисую вот такую вот необычную вещь. Это такой коржик или дудлик, какой-то такой вот нарисую. Это бантик, узелок, а сейчас я буду рисовать бантик. Бантик я нарисую вот сюда, идет одно ухо банта, и второе ухо банта сюда идет. После этого сюда и сюда, вверх такие большие уши, как у большого-большого слона, к примеру. Екатерина, привет! Мне нравится рисовать. Рисуй со мной, сегодня я целый день буду рисовать. Приходи, ставь лайк этому видео, если тебе это нравится. Может быть, кто-то другой увидит, YouTube покажет кому-то еще. И, в общем-то, день проведет с пользой и нарисует что-нибудь интересное. Тем временем я уже нарисовал вот такой вот левый, правый. Теперь рисую сам колокольчик. Колокольчик, он внизу идет сверху вниз, и я нарисую вот такую юбочку, смотрите. Отсюда, сюда, отсюда, сюда. Получается такая юбочка, расширяющаяся. Раз юбочка и два юбочка. Видите, я повторяю, все видно. А теперь я должен нарисовать полукруг. Здесь немножко вот так вот сделаю, и вот так. У меня толщина будет у колокольчика, а теперь полукруг завершается. И тот же самый полукруг, не отводя руки, я рисую второй полукруг вверх. Получается очень просто. Мне нравится рисовать. Отлично. Мне тоже нравится. Я думаю, все на этом канале, все собрались, кому очень нравится рисовать. И я сегодня рисую так. Отлично. Здесь такую толщину я показал. И, конечно, сам такой вот бубенчик, который внутри колокольчика ударяет. Я не знаю, как он называется. Такой вот язычок, может быть, язычок. Вот такой колокольчик получился. Очень просто. Закончим. На 1 сентября колокольчик обычно звонят. Его держат. Ручечку нарисуем здесь. И нарисуем два кончика ленточки, которые вот отсюда идут. Вот так. И получился у нас, в конце концов, здоровский такой простой-простой колокольчик на 1 сентября. Можно прямо сейчас рисовать, чтобы завтра учителю на 1 сентября можно было подарить открытку. Я думаю, это очень будет красиво и мило. И ему понравится. Я думаю, учительнице, конечно же, отлично. А теперь раскрасим. Раскрасим масляной пастелью. Мне всегда нравится рисовать масляную пастелью. Я рисую ей. Мне кажется, это самый лучший материал для того, чтобы рисовать. Многие их называют эти мелки. Восковые. Но это все-таки не восковые мелки. Они тоже хорошие восковые мелки. Но они более такие твердые. Не всегда удобно детям рисовать имя. А эти очень яркие получаются. Действительно, дети, я заметил, что они хотят получить какой-то яркий рисунок, сочный цвет. И при этом не сильно давить на мелок. И поэтому лучше выбрать именно такой материал. Например, масляную пастелью. Так, нарисую скелетом. На 1 сентября скелет, я думаю, оценят родители, если я буду рисовать на 1 сентября скелет. Но сегодня я рисую. Все-таки, может быть, сегодня до скелета не дойдет. Скоро Хэллоуин. Вот на Хэллоуин наверняка будет нарисован скелет. И не один, и может быть, даже и не два, и не три. Может быть, даже будет какая-то куча скелетов. А тем временем, смотри, что я делаю. Я беру красный мелок и плашмя немножко рисую тень. Сверху, снизу. При этом я не затрагиваю язычок. И получается, мой колокольчик получает объем. А этим же красным я могу закрасить бант. Бант я могу красить очень-очень слабо, не сильно давить. Сначала я просто слабо закрашу. Он получается розовый. А после этого я добавлю красного кое-где сильнее. А кое-где оставлю. Тогда у меня останутся блики на моей ленточке. Тоже хорошо получилось. Отлично. Теперь возьму коричневый и покрашу ручку. И почти мой колокол готов. Я хочу взять немножко черного, подтенить вот здесь. 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 И вот такой вот на 1 сентября готов. Я прям очень рад, что 1 сентября я рисую. Опять-таки, кто пришел, знайте, что сегодня целый день буду рисовать. Я прям запустил трансляцию безостановочно. Нашел много рисуночков, которые бы я хотел нарисовать. И давно не рисовал. Давно я не выходил, трансляции не делал. И я хочу постараться их делать почаще. Раз в день. Может быть, раз в неделю. Ну, как у меня будет время. Так, отлично получается. Вот такой колокольчик. И что я в конце концов сделаю? Я его закончил. Теперь я возьму голубой. И я хочу сделать немножко рядом. Вот такие вот. Раз, два, три, четыре. Такие как лучики. И мне кажется, их можно назвать звоном. Мне хочется показать, что колокольчик ярко-ярко звонит голубым светом, может быть. И приглашает ребят в школу 1 сентября. Завлекает их. Я скажу, что мне, в принципе, всегда нравилось в школу ходить. Во-первых, на тебя особенно, потому что это весело, интересно. Получил новые учебники, посмотрел их, полистал. Нужно накалякать что-нибудь. Потом знаешь, что тебя поругает. Но все-таки много интересного хотя бы в начале ты можешь увидеть. Потом у тебя начинают постоянные буни, ты устаешь. Но не забывайте, что все-таки школа, она закончится. И после этого наступит настоящая взрослая жизнь. А там она уже не закончится весной и не начнется осенью. Она всегда будет с тобой. И тебе будет всегда так же напряженно. И тебе придется отдыхать не получится. Так что 1 сентября это просто колокольчик. Звонит, что ребят, давайте не забывать, что детство заканчивается. И 1 сентября это хороший день. Начать учиться. Сейчас я вставлю на паузу. И продолжаю про 1 сентября. Нарисую девочку из школы. Это хорошая идея. Я нашел девочку и хочу нарисовать девочку. Не уходите далеко. Обязательно отгаду рисовать девочку. А первый мой рисунок, который классный получился, будет складывать здесь. Девочку нарисует мальчик. Нарисую девочку. И портфель огромный, и что-то страшное. На первое сентября. Так. Что я люблю.